Тихо, так, тихо, не кричи. Пошли их посмотрим. Пожарная тревога срока. Вечер доброго. Мы в Украине. Батя принял душ. А кое-кто не купался. Я купалась вообще-то. Ты купалась? Точно, точно, точно. Ты еще пузико гладила. Там стояла себя в зеркало, рассматривала. Это ж ты была? Кто это сказал? Да я шучу. Ребята, у меня вот такие орешки. А это у меня орешки. Тебе нельзя орешки? Ну как это? Мне ничего нельзя, да? На, чуть-чуть. Что мне можно готовить, убирать и стирать. Вот это мне точно можно, да? А все остальное мне нельзя. Ребята, в общем, короче. После... После прошлого видео вы написали кучу комментариев в инстаграме. Я не успел выложить... Я буду читать. Пост вот этот вот. Ну читает. И вы уже накидали мне тут. Давай, какие вопросы? Да, выложил фотографии и мне здесь начали, короче, бомбить. Надо именно вопросы читать или просто комментарии? Ну, какие тебе комменты смущают? Давай, читаем. Сейчас мы вам поотвечаем. Мы животик видим. А когда девушку увидим? Ты тоже не ко мне. Не ко мне? У-у-у. Это к тебе? Ко мне? Угу. Ну я даже не знаю. А что, всем прям очень сильно хочется меня увидеть? Не знаю. Тебе пишут сообщения о том, что меня хотят увидеть? Да. Много? Ну, достаточно. Ну... Все же от тебя зависит. Все от меня зависит. Ребята, я бы ее уже давным-давно показал, но она сама еще не хочет. Ну, я очень. Она говорит, я еще не готова, потому что она боится хейт в ее сторону, потому что ее будут оскорблять. Да. Ну, потому что к ней еще никто не привык и начнут ее реально бомбить. Там, блин, унижать дизами нафига. Ей это не надо. Хочу, но пока не могу себя... То есть, пока вся аудитория, ну, привыкнет, да? Ну, да. Привыкнет, да? Все зависит от вас. Я и так негатив ловлю, а потом будет еще хуже, если... Какой следующий коммент на этот вопрос? Здравствуйте, Женя. Я не ожидала от вас такое услышать про то, что вы оскорбляете Россию. Мы никаким образом не пытаемся оскорблять Украину, но получается, вы первые начинаете? Угу. Первые. Что ты можешь сказать по этому поводу? Я оправдываться не буду. Я оскорблений никаких в адрес не кидал и вообще. И я лишь обращаюсь к тем, которые неадекватны и желают раздора, убийства нашей нации, наших детей. То есть, я обращаюсь только в этот адрес этих русских, ну, и все. Чисто русских. Если сейчас русофобия идет по всему миру, да? Вы все это знаете, что сейчас не любят русских. В нашей стране идет геноцид украинского народа. Вот вам все. Я ненавижу русских. Да, это правда, но я ненавижу тех русских, которые желают реально смерти нашему народу. Реально. Вот осознанно понимают, осознанно кричат, что вот убиваете их, насилуете их не женщин. Вы знаете, кто это говорит. Вот именно этих русских я ненавижу. К остальным у меня вообще предъяв нет. Потому что я знаю, есть большинство адекватных, адекватных россиян, которые все-таки против войны. Но они не могут ничего сказать, потому что они безумно боятся, потому что в их стране у них режим диктатуры. Да, они боятся. Я это знаю. Я это понимаю, ребят. Я знаю, что большинство из вас нормально адекватные люди, у которых есть родственники в Украине. И вы знаете всю правду. И я бы не посмел нормальных людей, нормальных русских людей оскорбить просто так. Вы просто не понимаете, что творится в нашей стране. Вообще не понимаете. Я думаю, я ответил, если бы в вашей стране нападали бы, например, мы, Украина, нападала бы на Москву, на Петербург, там, я не знаю, там, Люберцы. Ну, куда дальше? Ярославль. Если бы мы пошли, как и шли на нас, когда бы насиловали ваших женщин, убивали ваших детей, насиловали ваших девочек десятилетних, стреляли им в голову, вспаривали кишки. Что бы вы говорили о украинском народе? Мы просто друг друга не поймем никогда. Но, повторюсь, оправдываться не буду. Я ненавижу русских, именно, ненавижу русских людей, которые желают смерти нашему народу и пришли убивать нас. Все. К остальным у меня вообще предъявняет. Никаких. Это лично мое мнение, и вы знаете мою позицию. Я ответил на этот вопрос так, что всех под одну гребенку я не гребу. Я не говорю, что весь русский народ, это там, свиньи позорные, это орки. Нет, я этого не говорил. Есть определенный контингент людей, зомбированных людей, которые, ну, просто орки. Я больше не хочу говорить, у меня очень много зла на этих людей. Просто очень много зла. Я не хочу в ютубе реально сейчас скрыть матом, нервничать и реально опускать вас. То есть, какие вы на самом деле есть те люди, которые пришли убивать нас и поддерживают это убийство. Все. К остальным у меня предъявняет. Я вас люблю. На самом деле я вас люблю очень многих. Вы это знаете, что большинство вы, одна моя семья. Какой-то дальше следующий. Блин. Наверное, этот человек удалил свой комментарий. А это был мой любимый комментарий. А, да они же, блин, как крысы тут пишут с налевых аккаунтов. Что, ребят, я вам ответил на этот комментарий. То есть, не надо рассказывать, что я там какой-то не такой, я оскорбил весь русский народ. Нет, я оскорбил тот русский народ, который поддерживает убийство моей нации, моего народа, моих детей. Все. Вот так вот. Не стыдно тебе, Евгения Павличенко, не стыдно вам встречаться с девушкой, которая вам дочке годится? Ммм. Пишут, да? Да. Кто пишут? Как зовут? Ну, писали, но удалили. Удалила? Да? Я не удаляла, а удалил кто-то. Анатолида удалили? Ну, это да, это писал типа мальчик какой-то, и я обновила только что комментарий, этот комментарий пропал. Ну, а что-то такого, здесь ничего нету, ничего ребенок. Никто не скрывает, что я старший некий. Ведь вы уже там что-то писали в возрасте, а встречаетесь с девушкой, которая вам в дочке видится. Не стыдно ли вам? Не стыдно ли вам? Вообще не вижу проблем. В дочке она мне не годится, это во-первых, это раз, тебе 25 лет, 26 будет. Она уже никак бы моей дочкой не была бы. Ну, я просто выгляжу как ребенок. Она просто выглядит моложе, да, и поведение у нее бывает какое-то детское, такое же самое, как и у меня. Так что мы друг друга стоим. А некоторые в 26 лет выглядят там как такие женщины. Да, так что, говорить как ребенок, ну, с ребенком ли я, ну, с ребенком, да, она для меня как и ребенок. Ну, я просто маленький ребенок, а Женя взросленький. Я ей говорил, что ты как мой ребенок, я ей это говорил, это правда, а ничего тут такого нету. Так что, ко мне какие-то претензии, я думаю, это глупо. У нас по этому поводу и тянет друг к другу, да, Женя? То я тебе скажу, когда были открыты комментарии в Ютубе по этому поводу, то тысячи людей, тысячи, бля, сказали, что ничего не видит в этом плохого. В чем именно? Ну, то есть то, что если мужчина старше женщины, девушки, пусть даже на 13 лет, на 15 лет, там, на, я не знаю. Ну, это кому как попадет. Кому как вообще, кому как душа лежит. Какой следующий вопрос? Все. В смысле, это все комментарии? Ты знаешь, сколько там комментов писали? Я сейчас посмотрю. Ну, посмотри, но я же читала именно, ну, такие вопросы, а не, я читала, что под фоткой. Значит, я правильно поняла с вашего видео последнего, что вы нацист. Да. Прикинь? Да. Да, да. Да, да, пишет, именно нацист, так как вы всех под одну гребенка берете. Если человек живет в России, значит, он враг. Я вам открою тайну Евгении Павлюченко. В России не все живут русские, и не все поддерживают войну между странами. У некоторых даже семьи в Украине находятся, но люди ничего поделать не могут. Они не могут пойти к Путину и сказать, отступи. А вы показали себя, какой вы нацист. И да, вы говорили, что вы там в подвалах сидите и так далее. Так вот, почему-то вы давно не спускались туда, и днем вы спокойно гуляете в парке, поедая мороженое. Значит, у вас в городе тихо, в отличие от других городов. Нужно... Так что, патриот, еще раз пишу вам. Идите воевать, нечего сидеть прикрываться детьми, раз патриот. Оружие в руки и вперед. Надо им каждый раз, когда у нас сирена, надо снимать постоянно. Да. Снимать, что вот 23, там 15, открывать окно и показывать сирена. Так, час там 45. Да. И обязательно побольше нам покупать мороженое и кушать его в парке. Блин, мы вышли первый раз за все время в парк. Как будто мы там, я не знаю, тут постоянно в парке гуляем. Это... Ребят, что еще отвечу? Нацист. 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 Так, окей, да, я нацист. Я бандеровец. Я состою в бандеровщине. Я один из тех, который ест детей. Мы пьем, да, мы пьем кровь стариков. Младенцев. Младенцев. Распинаем, распинаем также младенцев на крестах в Борисполе. Возле аэропорта, да, о них там говорили. Ну, в общем, я очень много могу рассказывать. Я наркоман. Преисподняя какая. Да, шаманы мы, там же говорят, что мы шаманы мы. Ты ж помнишь, да, мы сатанисты. Отряд сатанистов, потом отряд гей и лесбиянок. Да, да. Мы тоже состоим. Мы, в общем, все в этой сказке вашей. Мы герои ихней сказки, правильно? Или зло? Зло ихней сказки. Ну, наверное. Получается, мы зло ихней сказки. Русской сказки. Да, нацист. Что еще хотел сказать. По подвалам давно я не прятался. На самом деле, мы, наверное, уже привыкли с этим жить. Просто не стали. Да. В городе тихо, но не тихо, потому что мы не можем очень много рассказывать, что происходит в нашем городе. Потому что нам нельзя этого говорить. Нельзя распространять. Нельзя распространять. Да, я не показываю много и не говорю, что здесь летает и куда прилетает. Чтобы вы понимали. Очень многого вы не знаете. Я не имею права просто рассказывать, потому что вы понимаете, чем это может случиться. И то, как мы живем, вы только видите отрезки этой жизни. Я и так стараюсь максимально вам показать чего-то. То, что на самом деле сейчас у нас существует. Все вы не увидите. Что еще хотел ответить? Что он мне еще написал? Иди воевать, говорит. Иди воевать. Ребят. Не прикрывайся детьми. Причем тут детьми прикрываться. Я вообще не понимаю. Это, наверное, не за меня написал. Распатриот. Да, патриот. Я патриотически настроен. Я раньше никогда не воспринимал свою страну вообще. У меня раньше... Да, скажи, никого. У меня раньше такого не было. Я вообще как-то говорил. Нет, здесь ничего, никакого будущего в Украине не будет. Но после того, что орки делают с нашими детьми, с нашими людьми, то поверьте мне, у меня уже сразу поменялось мнение. Я сейчас волонтере стараюсь максимально просто помогать людям. Помогать военным нашим, военным солдатам на передовой, вообще людям. Полностью помогать. В этой войне мы как пчелы. Мы друг другу помогаем. Что еще хотел сказать? Раз вы патриоты, берите оружие и идите вперед. Кто-то умеет воевать, кто-то умеет говорить. У нас у каждого свой фронт. Каждый делает свою задачу. Я, так как человек медийный, у меня есть возможность говорить правду и говорить и показывать то, что сейчас происходит в нашей стране. Я могу это донести до вас. Солдат умеет стрелять, умеет воевать, умеет убивать. Это его. Он умеет защищать Родину. У нас у каждого свой фронт. Я больше сделаю задачу здесь. Помогу нашим солдатам, помогу нашей стране, помогу нашим людям, беженцам. Расскажу больше правды, покажу вам всем, чем я буду сидеть в окопе непонятно с чем. Потому что я не умею стрелять. С автоматом я никогда не пользовался оружием. Я никогда не интересовался военной тематикой. Но это не мое. У нас достаточно людей, которые есть воюют. Я не отрицаю, если в наш дом, к нашему городу, там уже подойдут орки. Понятно. Возьмет каждый в руки вилы, возьмет оружие, с которого не умеет стрелять и будет до последнего защищать свой дом, свою семью. Это без вопросов. Это не обсуждается. Но у каждого из нас, у каждого из нас в нашей стране у нас свой фронт. Чем больше, чем лучше ты умеешь делать свое дело, тем значит занимайся этим делом и продолжай. Вот я вам просто привел такой вот пример. Что еще хотел сказать? Здесь какие-то еще комментарии? В общем, поэтому все. А, нет. Она еще сказала, что не все люди, если человек живет в России, значит он враг. Я вам открою тайну. В России не все живут русские и не все поддерживают войну между странами. Да, я совершенно согласен. Я на этот вопрос отвечал выше. Я тут с вами соглашусь. Что еще? Где они тут? Что-то тут еще писал кто-то. Что-то про Леру писали. А, да. Где-то про Леру мне писали. Давай я прочитаю. Сейчас я хочу с интонацией. Давай, давай. Может удалили точно? Давай. Вы серьезно? Нагло врать несколько лет аудитории, что Лера его дочь? Вы нормальная? Если и не его дочь, то он ее любит. И он мужчина. Принял женщину с ребенком. В чем заключается вранье? Подумайте, что пишете. А, то есть они друг друга, да? Да. А вы внимательно смотрите его видео. Судя по всему, нет. Он сам уже проговорился. Несколько настолько очевидных вещей не замечаете. Да вы в Смелу приедете, пообщайтесь с жителями. Там все знают, кто такой Женя Павлюченко. Как и кем он рос. Врет он все. И это известно уже давно. А этот клоун вас за нас водит уже который год и будет продолжать. Это ужас. Это ужас, ребят. Это... Я даже знаю приблизительно, кто это писал. А кто это писал? Это там... Женщина? Женщина одна, да. Одна женщина. Там... Ты поняла. С одной далекой страны, ребят. Это только она может писать эти гадости. Больше никто не может писать. Я просто не хочу ввязываться в это говно. Ну, в общем, комментировать. Кто это писал? Это близкий очень мне человек, ребят. Вообще по жизни, честно. Кто такой Женя Павлюченко? Его знают все. Да, совершенно верно. Меня тут знают все. Ну, не все, но каждый третий житель города это явно меня знает. То, кем я рос, кем я был. И эта страница называется Советское время. Да. С любовью из СССР. Время, когда мы были счастливы. Ну, точно. Все. Это все понятно. Я понял, кто это. Это прекрасная женщина. Ребята, это жесть. Король. Блин, это действительно смешно. Не знаю, мне больше нечего тут сказать. Я даже не знаю, что тут сказать. Это же надо. Не, ну, всегда найдется что-то, знаешь, такое вот интересно. Ну, классно. Пишите такие комментарии. Это, на самом деле, интересно фантастику тоже смотреть. А еще, еще самый классный этот вопрос, который, кстати, не... О, боже мой. Спасибо большое. О, боже мой. Ребят, смотрите, вы писали, короче, этот, по поводу кладбища. Что беременной нельзя быть на кладбище. Мы охренели. Только после того, как приехала домой. Мне мама тоже сказала, что... Я с комментарием начитался. Ника, не гони без. А, чуть-чуть. Нет, все. Нет, ну отдай, блин. Это... Ребят, еще вопрос мне задавал... Давайте я отвечу. Беременным, на самом деле, и правда нельзя на кладбище. Есть какое-то суеверие. То есть, пока ребенок не родится, его не покрестят. Нельзя ходить женщине на кладбище. Мы не знали этого. Думаю, об этом не знали. И прикинь, какой прикол был. А ты вспомни. Мы идем от бабушки, делаем 10 шагов. Ну, может, меньше. Ладно, так мутрирую. Там, неважно, делаем несколько шагов, и нас ждет люди, которые поминали тоже кого-то там сидели на могилке. И дают, короче, Нике пакет со сладостями, с печеньем. Говорит, Натя, ну, помяните. Знаете, Ника берет сама первая. Делает два шага, и у нее резко хватает сердца. Было такое? А ты говоришь. Я просто это не вставил. Ребят, я не вставил этот кусок видео. Это было жесть. И она, ах, она так останавливается. Ах, у меня болит сердце, болит. Ого, что это такое? А включи. Свет выключился, ты прикинь. Никак. На такой минуте страшно. Это шо такое вообще? Света нету. Слушай, наверное, это ненормально? Такое совпадение интересное. Но я боюсь. Тихо, так тихо, не кричи. Слушай, слушай внимание, вдруг себе кто-то обратно к нам ломится. В квартиру. Смотри, сейчас если тревога будет. Ребят, в общем. Это первый раз. У нее хватает сердце. Такое. Прикинь, мы об этом образовариваем и выключается свет. Это не бабушка тут? Все, не бойся, тише. Бабушка, если это ты, дай знать. Ну, прикинь, сейчас включается свет. Прикинь, ты это что? Бабушка, если это ты тут, дай знать. Ребят, в общем, у нее схватило сердце, начало сильно болеть. Мы остановились такие. Ну и потом, да, попустили. А ты еще и не поверил мне, сказал, что я себя внушаю. Представляете? У меня резко начало колоть сердце, да, сдавливать. В общем, вот такая. Еще по вопросам. Мне задавали здесь вопрос. Общаюсь ли я с Лерой? Конечно, общаюсь, ребят. И мы видимся, и я общаюсь. Вот даже сегодня вот разговаривал. Да, сегодня по телефону, да, ему разговаривали. Я заезжаю, мы общаемся. Ведь никаких проблем в этом нет. Так что не придумывайте там. Да, не придумывайте, что мы не общаемся. Все нормально, никаких нет приколов. Первый раз такое, да? Когда последний раз выключался свет? Я не знаю. Ты помнишь такое? Нет. Ну блин, и тут разговариваем о кладбище. Тупо выложился свет, блин. А у нас сейчас на минуточку. 10.26. Прикинь? Мистика. Мистика. А я боюсь, а у нас еще свечек нет. Не бойся. Блин, тупо выключился. А у нас еще свечек нет. Что ты ешь? Картошка. Ага, ты свою эту, картошку. У меня осталась последняя картошка, вот. Нормально. Последняя картошка. Скажи, не пьет пиво? Не, не, не. Вкусная картошка. Вкусная картошка. Вкусная, да? Угу. Ммм. Лёлику нравится очень. Чуть-чуть лёлик. Ну я же лёличка кормлю. Украина! Украина! Ребята, а мы смотрим Евровидение. Йиху! Как группа? Калуш называется? Калуш. Песня Стефания, ребят. Все, смотрим вообще. Болеем за Украину. Если еще Украина выиграет сегодня на Евровидении, так это вообще будет точка вообще во всем мире, во всем Европе. Ты представляешь, если бы выиграла? Ну да. Как ты думаешь? Выиграет? Ну я не знаю, я просто не слышала предыдущих. Испания классно, да, выступила? Вообще, блин, ребят. И после Испании какая-то девочка была? Ну, точно, да. Наше время очень тяжёлое. Если бы Украина выиграла, это большая победа для нас была. Фания! О, Ника сидит. Полуголая. Что ты такое брешь в футболке? Да ладно. И вон. Скоро. Украина. Мы ждем. Победа или не победа, но хотя бы попасть в тройку. На так хочется первое место. Ну хотя бы в тройку. В тройку. В тройку. Блин. Да ты представь, блин. Ну круто, круто. И мы хоть присутствуем, да, в этой частичке. Блин, если бы мы только взяли первое, я не знаю. Это было бы на славу наших ЗСУ, на славу наших воинов. Если бы наши ребята сейчас займут первое место, это просто вся победа отдана нам. Мировая. Да, мировая. Нашим военным. Нашим защитникам. Ну давай. Готовы мы. Сколько они было? Я не помню. Я не помню. Однако сколько их у них было? Украина! 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 Да ты шо, ё... Первое место, блин. Да ты шо? красава блин да ты шо блин блять первое место ребята это все блин 1 против 466 ребят поздравляем всех спасибо большое блин и кто голосовал за нашу страну огромнейшее спасибо ну просто прямо на на в колишках нам просто это нужно нашей стране это нужно было это я даже не могу вам объяснить как это это большая поддержка это это свобода наша это нашим воинам защитникам каждому нашему народу детям нашим все класс блин пошли не посмотрим ребят смотрите как пожарная тревога сработала я не понимаю чем не включается и газа нет может он глючит это уже кстати второй раз в этом месяце ну газом же они воняют что такое не выключить откуда понимаешь я включаю колонку и получается он срабатывает значит где-то утечка газа может ты понял такой пункт и шо ж я не знаю второй раз уже здесь в натуре какие-то души блин он и не останавливается на прошлый раз быстрее перепикал